Они крестьяне только в Генбе кричать репарации. Но разброили себя и пошли до Вензии. А когда пришел русский, когда пришел коммунист, курды, не было кому уже бороться. Но мацанная политика сделала всех поляков антибандеровскими. Хотя АК бороться вместе с бандеровцами в 1936 году. Если бы Польска сейчас сказала, ну посмотрите, как мы можем, как мы можем, как мы можем, как мы можем этот слабый пункт Немцов застрашить, застрашить, застрашить за самым святом. Что Немцы, посмотрите, они сейчас застрашивали себя и боятся контрибуции, репарации, распространения и остальных. Так что, прекратите нам напоминать, вспоминать о этих сыречиках, о этих бродасах, о этих червухах. Бо мы, курды, можем быть расистами и ниц нам ниц не сделает. То наша справа, то наш край Польска. Мы можем сейчас все делать. И еще, когда удастся, когда Немцы застрашивутся, еще возьмем себе форсы, репарации, контрибуции, за Латвийми тысяч плюс и все будут так, за. Только не видит Польска. Вообще ничего не видит. Опрочу своих расширеновых забудований и слудов. Это была Польска, которая потребовала отбудования, от всего этого. Польска была коммунистичная, социалистичная. За Звездку Радзийского, Польска. Которую отбудовали, тоже, Звездок Радзийский. Под его зарядом. И, если бы это был заряд польский, то или каждому работнику надо было заплатить, чтобы он там в целом 10 лет отбудовал Польска. Там, в том самом, Варшаве. Ооо, а так ЗСРР, этот Звездок Холота, Крылова, коммунистичная, отбудовала Польске, как поляцы говорят, не жили. Что хотела Польска, то и отбудовала. Але же шкода не отбудовала так, как Empire State's Buildings. Ну, то треба было децидовать под час войны, перед войной, с кем быть, за кого быть. Втеде под Ван Плевошом было, что Шлёнцк отбудит Польска и Пруссия отбудит Польска. А тем более, терены по-немецки, с супер-вуфер-инфраструктурой. А то что-то, и что-то значит ешит. Польска кричит, официально, то не были гитлеровские немцы, то были вагули немцы, они сон таци вагули таки, то тавро таки, что таци немцы, ну, ничего не сделаешь, ну, такие сонсицы, ничего не сделаешь. Но Польсцы священцы и кричат, они таци, давайте репарации, когда нет заграждения. А когда есть заграждения, тогда Польсцы поводят себя по-другому. Они ждут, когда прийдет сила, которая уволняет от этого заграждения и подпородирует потом сила. Одепни, например, через какое-то повстание немцев и запрепонирует этой силе, которая надходит и вхлажает в себя Польска. Запрепонирует этой силе часть, как бы, ковалка этого немца от тех, как он, офиары. И не только то. То были немцы фашистовские, потом они стали немцами социалистичными. То, от каких немцев хочет домагать Польска от капиталистичных немцев, которые были под зарядом американцев, либо от немцев социалистичных под зарядом Звездка Раджецкого и домагать для кого? Для Звездка Раджецкого, который организовал все эти отбудования, Варшавы и решта-решта, инфраструктура, решта-решта, фабрики, там, рабочие, фильмы, четыре парнцерных и ПИС, решта-решта, клоунады, от которых цела Польска была в захвеценню, бо сделали свой выбор. Бо обещано были террины по-немецки. Кашубы, Прусы и Шльонск. И за то, и за то Польска пошла под вхландение, под заряд СССР. Польска была натили наивна, натили глупа, что не понимала, что СССР как раз, как раз, десятки, десятки лет, и еще так хорошо, десятки, а не сотки лет, прожил, что прожил, польска находится, что находится, в стрессе этого прожиления. А как то, о чем справедливости, тут еще может быть мова. Потому, справедливость не выглядит, не надо еще быть справедливым. Я тоже так понимаю, что Пис он это факет хороший, свой человек, но его нужно постоянно обердолить, чтобы он не нагромадил всех мотоносу, который его и подсеркнет в ду. Поэтому мы говорим, что все хорошо, что все с бандерами, с начиском на польсов, они пиловали флагами червоночарными детей польских. Но сейчас вспоминаю, что сейчас о форсах справа идет. През правительный международный допустим, например, и найдет какую-то стежку до снятия с Немец контраблюдения операции, рожьем и остатой. То невыображение или то небезопаснее даже. Потому Пис мешка, живет в своем гнездочке пеньким, политическом, эмоциональном, решта-решта, бла-бла-бла. Но свят не такой окол Пис окол польских тем больше и окол Украины, как мы видим сейчас. Не только Крым и Донбасс, а и свят Те швиры разные, сателлиты Москвы, Кремля, они просто обудзывают себя, посмотрят, что, посмотрите, какие-то дети, дети, вот немецы сняли, а мы сейчас и Греция, и Болгария, и Шмулгария, Круто 300 сателлиты России, и Россия в этом начнет вмакать свои руки, а немцам нет, где будет плодеть, чем, опрочу денег этих российских, через газ, через морд, шморк, стрим, и эксетра, эксетра, и то такой балаган начнет еще, а мы знаем, что это за края европейская, Средневековая, заходная, то сателлиты щильных, правда, и затем та, Шива, подчеркнущая, власть же не войсковая, а может и войсковая, как мы видим, Милитарная, какие-то сакражения экономические, террористические акты, какие-то нуклеарные, брудные, бомбочки, нуклеарные и решта, эксетра, эксетра. Треба на то уважать, а не бавить себя тем. Побавили себя на немец. Так, сейчас сейчас уже с теми немцами о чем-то негациировать и в спольном проекте, и как до братьев, до них, на реште, начать этот отношение вымирать, а не до тех братьев, которые в Поле, в общем, уже и не братья, и давно не были теми братьями, потому что кричат польские фашисты, а вы посмотрите на ОНР, как он начинал фашизм в 1934 году, в 1934 году, в 1934 году и 5 или 7 лет назад, тоже с теми, хай-хай-хай-хай-хай-хай-хай-хай-хай-хай-хай-хай-хай-хай-хай-хай-хай-хай. Это тоже ОНР, это более такая фаланга была, они там подключились потом, но тоже на очне видеть, что это ху-хай-хай. Даже молчусь о примере маршалка Пелсуцкого, который с теми поговорил, с теми, с теми поговорил, выслал там Рыща Шмидтлова, там, там, с французами, с теми, немцы пошли, особенно, до своих, Австро-Венгри, до своих краев, в живое здоровье, и Пелсуцкий, тогда Пелсуцкий уголчил неподлеглым польским жидшим посполитам. А тут повстание в Варшавске отчело бессианских и так крупных, регистичных немцев. Отчело и поднесло, как подарок для армии червоной. Отчел этих немцев, начи, нас, Сталин, жри, фашисты. Мы тебе так, так, поднесли. А ты зато нам, иди дальше, а Варшава не рушь. Можешь там целую Польску залазить, а Варшава будет, как в часы разберу, тоже неподлегла. Так, мы тут целый край не можем звонить. Можем быть только Варшаву. Так говорил Жон Лондинский. Ну, звонишь край, Варшава, там, знаешь, что хочешь, так? Теж делириус. Но это так, что смотрело, нестыто. И через эту неуменность, неудобность, что хочешь. Хочу интереснее политики в Польске, то замазать. Тон Хамхань, при котором проведала еще та индейская политика польская. И снова репарация на немцев. Теж. Чтобы замазать свой вином, своем вином. И ниже посолом политики, таком чмошном. До не забрания особи несчастных 7000 сырочеков. Дети, мать, ойцев, может не ойцев, старцев. Ясно, что христиане поляцы. Они христиане только в Генбе. Христиане репарации. Сами неудобно были прегнать, по-нормальному прегнать фашистовских немецов. Чтобы они там живы, пошли, там, дали. Вальшить. Или они вдоль были немцы. Вальшить с армадой русской, потенженной армии. Натомясь разброилися. И пошли до Вензии. А когда пришел русский, когда пришел коммунист. Курды. Не было кому уже бороться. Такие то справы. Терене по-немецки маям что-то коштовать. Ниже посолом политики. Принаймно. Ровніж крыки енки. Али то нормально. Погнал. Посту крыки на целый мир, против ФСБ. Против КЖБ. Русских агентов того-шего. Но у себя тих Залезских, тих Браунов, Смауна, там рожьем ручном канале, которое еще в часы ПО было вчелено в брать антикатлинский. И решта, 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 ноцневильки. На то не зраца польская увага. У нас жмяны ручные, на тих самих воиновцев антиукраинских. Бо антибандеровских не помню, бо намоцальная политика сделала всех поляков антибандеровскими. Хоча ж, ака вальсила разом, раме в раме с бандеровцами, сидя еще шустом року, на то никто, теж никто не зрацал уваги. Курда, что за политика? И теперь можно только сравнивать, скон берутся террористы, и каким идеям святости своих справ террористических, и не только повстанческих справ. Они крамят себя. Выстарко только посмотреть, как трактуют сейчас ТОЖ НАТО уже, Турцы, Турки. Наши братья тоже, вправе европейцыцы, али музульмане. Как они трактуют, не знаю кого из этих сырычиков, или крестьяне, или уходцы, обычные дети, молодые люди. Я так понял, на границе их брутально страшно, чтобы они просто гинули там в Сирии и нигде не шли. На Олью! 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 На Один Pacificа аааа! На Наши братья На Олью. На Олью... CPUstrberger для 對不對 ного-су Baщи вбить! На Олью. На Олью! П北 вб MIL! Вы시�anni? На Олью! Пывачите паку. На Докрации... На Олью! На Олью! На Олью! На Олью! Моря! На Олью! Campaign я заболеваю делайте. На Олью! Для Ovая паку! Нашенька! ej oscate альама альама альана аль 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 LET о ма у ма у как ist это уму И то, влач, мы можем поровнивать с войскем польским. Когда оно оставило землю своих матек, цюрек, сынов, людность свою. Женка лондинская сразу запердолил до Англии с тоннами злота. А что делать армия польская? Ну, влач, пишут директиды, отходить с русскими не бороться. А что польская не видела, не знала, что то есть атеистичный жонд ЗТСР? Сконт взяли еще новочесные будовые в этом Звездко-Радзецком? Зрепрессионованных в лаграх, в гулагах, люди, которые задарма там працовали. Попросту. Працовали и генели, працовали и генели. По вымышленным зарытам. Которые вымышляли, ровно, пыляцы, то тысячу процентов знаем, ведем. Отчем справа. И все одно, они сложили бронь, отдали еще, вели, вели тысячу процентов. Застали еще в Катыни, в Харкове, медное. Ровно, что самое было и еще хорошее. На тысячу, сотки тысячу процентов. И миллионы репрессионованных, забитых, сгвалционных, не только жить сгвалционных, а люди просто в тортурах генели. В страшных зброднях, людобудчих. От репрессий, коммунистичных. И, что, если бы не война другая света, то бы те репрессии, те все хорошее, атеистические вещи, по прикладу полосной Кореи, зачеркнулись на десятки, десятки лет. И, через билицо, повинен был повстать такой самый брутальный рент, тоталитарный, как те самые немцы. Чтобы, наконец, выяснить, кто мощнее. И, собственно, как это может быть, чтобы выяснение было на территориях Европы, без крови, не где-то там, на небесах, а на чьих-то теренах. На илле то мощные были тоталитарные ренты, на тыле те терены и расчеркнули все. И Польска не могла быть в своем, в своем источнике, по-за той, по-за той войны. Чи то не зрозумяло было тому ренту НДЦкему, по пану Пилсоцкему, по маршалку Пилсоцкему. И решта, решта таких справ, которые попросту, я уж меньше за 10 миллионов украинцев, сгинелых в голодоморже. То есть справа украинцев, же они теж с натарчем банды Муравьева, маянс, мешканцов, люднощ, праве 80 миллионов. Кубань, решта, решта. Выйшли под круты, вальшить в 18-м году с бандой атеистичной Муравьева, русский, коммунистичной. Только 300 спартанцев, 300 джечаков Рады Верховной Украинской, УНР, Украинской Народовой Републики. Решта украинцев подумала, что это как-то там за целые часы были, там эти русские ганяли, ганяли. Но как-то так взгляд не было на коленах встать. Но уже эти колены были атеистичные, анти-христианские, богохульные. И не бороться за свои края христианские, отримали то, что отримали. Также Поляцы отримали то, что отримали. А теперь расшение за то, что не бороться. А украинцы тоже хотят расшение за голодомор. 10 миллионов жизней от коммунистов. Но что только фантазия, уже никто не возвращает. Потому что на начале нужно иметь силы, чтобы возвращать эти репарации от кого-то. Какие-то дадут там сонды, расшенивые, контрибуционные. А им нужно сила возвращать эти репарации. И репарации не нужны, потому что они сила. И паритет, баланс этой силы, более дорогой, чем какие-то репарации, которые могут этот баланс силу через вątpliые, справедливые, воевские операции, касающиеся тех лет, где Бог правил человеческую христианскую, за что-то. Они могут этот баланс силы очень снижать.